это просто место другое совершенно элементарно там терапонтовая соловки норильск красноярск норвегия там одни реалия иерусалиме другие погода другая другие люди дома единственное что вот у этого есть четкий для меня такой отсыл к ориенталистам девятнадцатого века которого нету скажем вот то есть есть такая тенденция ориенталистская верблюды бедуины арабы экзотика вот и вот конечно для меня все это ироничный такой имеет некоторый отсыл вот к этим замечательным художником курильщики кальяна продавец булочек значит восточная толпа ушхемских ворот я с удовольствием абсцессу все эти слова там гробницы при святой богородицы ну в точности как вот такие вспоминаются литографии для акварели 18 19 века видно иерусалим со стороны силуанской долины вот-вот хочется прямо так вот изобразить битву журсалима со стороны силуанской долины где стоит два бедуина и один верблюд вот и теперь выясняется что это долина хрущевками застроена какими-то странными ну вот и все это конечно удивительно но все эти слова магически действуют плюс конечно магически действуют вот эти удивительные реалии там храм гроба господня гробницы при святой богородицы храм западная стена мечеть скалы но все это же как будто в общем не в каждом городе попадает свет так сказал поэтому вот есть некоторая специфика а так в принципе все равно чукча что видит то поет вот иерусалим так иерусалим херапонта так херапонта ощущение такое интересное огромную квартиру евреи арабы христиане и на пасху вот еще съехали всякие фиопы то есть это все очень интересно не знаю как это мы сможем передать вот кто тут тут базар рисовал а я может быть попробую как-то город такой разный когда это торчат эти всякие баки и церкви и кресты и мечети и евреи ходят то есть тут это все очень интересно и то что да то что ты всю жизнь что-то слышал вдруг ты наконец это увидел как это выглядит удивительно что она так кажется что должно как-то в общем оказалось что все так просто и доступность может просто дойти к этому месту к этому месту и хоть сколько каждый туда ходи и это как-то вот что ты в этом находишься вот это вот и важно передать что ты это наконец увидел все очень понравилось все правда замечательно я рисовала в старом городе базар и арабов евреям все понравилось как что ну так отдельно я не могу сказать замечательная страна и вы все счастливы кто здесь живете я живу в русалиме уже 22 года за все это время я в первый раз взял этюдник вышел в центр города да еще в религиозный квартал миа шарим или например стенам старого города конечно в этом есть некоторые доли самоиронии несмотря на то что работа с натурой это не то чем я обычно занимаюсь мне было очень интересно работать и очень важной частью конечно является наше общение и показ работ обсуждение кроме того организовать выставку самим без посредников без обращения каким-либо институциям на мой взгляд это очень не своевременная перспективная идея для меня живопись это разговор обо мне то есть обозначить свое наследство предрасположенность то есть его тональность невнятные совершенно как внятными линии цветом пятном это и есть по моим пониманием звучание плоскости диктует что изображено они наоборот то есть художник по моим пониманием это настройщик плоскости которая проявляет возможность благодарного зрителя он обозначает себя моей плоскостью вот кашлыкой для меня художник современное поколение я его тоже понимаю но она говорит о себе на экране компьютера который зависит сильно от пикселей и как бы не увеличили количество пикселей не получается у них и даже они придумали замечательную штуку если съемки идут в натуре только чем хуже качество тем достовернее истина это значит что это но это идет разговор о том что о чем-то другом а я себе ну мне этот проект просто очень важен лично во первых я живу все-таки далеко в рушпине там я как-то в какой-то момент начинаю вариться собственную сапу и мало встречаться с художниками а здесь во первых встреча с сашей это такой ностальгический момент и саша важный для меня художник когда-то ферапонтова мы именно работали на пленэре и можно сказать с этого времени можно сказать началась как бы мы сознательно более-менее жизнь как художника и саша меня очень повлиял в тот момент и сейчас через такой промежуток времени как-то заново опять уже имеет перешний опыт заново встретиться и начать работать опять вместе в стране где уже я живу это очень интересно во-первых видите наблюдать как он видит это и как он со стороны минималистически просто передает какие-то важные моменты которые теряются когда начинаешь здесь жить то есть у него взгляд одновременно туристический и одновременно его свойства вообще сводить это к какому-то формуле это собственно то что я тоже ищу по-своему и найти наиболее такое минимальное пластическое решение при этом чтобы это передавало место время ситуацию и вот найти какую-то форму это и работа с натурой в этом смысле очень важно потому что там как-то закапываться в студии решать какие-то свои личные вопросы это здорово когда ты выходишь на улицу ты просто очищаешь сознание то есть ты подключаешься к ритму жизни заново просто ты заново опять начинаешь ставить самые важные задачи художника то есть это очень сильно прочищает мозги и и и и